По редуктору Piajo Achea быстро, пока батарейки не сдохнут. Из-за чего я его разобрал? Во-первых, вот этот вал, ведущий, появился у него осевой люфт, приличный, порядка около 1,5-2 мм. Вот, вот, вот. И характерный шум. При сбрасывании газа редуктор начал шуметь. Естественно, я скрыл, прокладку порвал, будем вырезать новую. И увидел выработку вот в этой регулировочной шайбе. Есть подозрение, что вот эти вот роликовые подшипники уже мертвы, поэтому мы их будем по-любому менять. Кстати, посмотрите, вот он, вилка привода выключения редуктора. Всё. Вот эта вилочка давит на вот этот край шестерни, ведомый. И она вот опускается относительно двух вот этих штырей на валу приводном. Вот мы отпускаем блокировку. Под действием пружины шестерни возвращаются на место. И мотор начинает, видите, крутить колесо. Если мы это дело убираем, то шестерня включится, естественно, в холостую. Вот эта вилка будет не давать ей возвращаться на исходное место. Фиксатор находится во внешней стороне редуктора. Обратите внимание также, редуктор имеет посадочные места под подшипники в этом месте и вот в этом, подвал. Но, если присмотреться, есть ещё приливы под другие подшипники. То есть редуктор изначально был универсальным под вариаторную модель. Там дополнительно ещё две шестерни было. И вот сюда ещё установились подшипники, промежуточные валы. И за счёт этого получалось дополнительное понижение для Германии, в частности, для Нидерландов, где ограничилась скорость данного мопеда 25-30 км в час. Ну, а пока всё. Будем решать эту печаль-беду постепенно. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно.